Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра Gotham Knight на Xbox Series S. Весь игрок с 44,4 гигабайта. Давайте запустим, ну и посмотрим на саму игру. Игра работает при разрешении 1440p, 2K разрешения и 30 кадров в секунду. К сожалению, здесь нет режима графики вообще, то есть все по стандарту. И игра доступна по подписке Xbox Game Pass. Недавно буквально ее добавили, буквально несколько дней назад. Что еще из минусов у игры, так это полностью игра на английском языке. Ни субтитров, ни озвучки, тем более ни текста какого-то нет на русском. Все только на английском. Заходим в настройки General, здесь видите, в принципе, все на своих экранах. Как тут что можно настроить? Вибрация на 100 стоит, кроссплей включен. Здесь, как я понял, можно играть и вместе. Странно, конечно. Здесь все тоже, видите, у себя на экранах. Лангуаги английский и там немецкий, испанский, португальский, французский. Аудио. Тоже на своих экранах все видите. Тут, в принципе, поднастроил все под себя. Графика, только яркость, контраст. Все. То есть тут ничего такого не настроить, к сожалению. Давайте континуем. Да. Продолжу с момента, где я и закончил. Робин, Красный Колпак, Найтвинг и еще кто-то третий. Бэтгерл. Да. Четвертый, точнее. Четыре персонажа. Я играю за Бэтгерл. За Бэтгерл. Вот так она выглядит. И странно уже сразу же сначала. То есть здесь волосы на персонажа выглядят очень странно. То есть ты вращаешь по кругу камеру, они то одни, то другие. То есть с волосами здесь какая-то немножечко странность есть. По поводу графики сразу скажу. Здесь она похуже будет даже нежели в том же самом Бэтмен Архам Найт. Который был предыдущей частью игры, если так по хронологии смотреть. И ты тут играешь за четыре персонажа. Поначалу у тебя Бэтмена убивают, показывают кат-сцену такую, ну, видеоролик, где убивают Бэтмена. Бэтмен мертв. И теперь вот эти вот четыре персонажа, мы за них играем. И мы должны помогать городу, давать что-то делать. Ну, в общем, все задания здесь выполнять. Преступников убивать и тому подобное. Давайте пробуем спрыгнуть просто. Что самое интересное, здесь ты не можешь разбиться. Ну, никак. Ты даже если прыгаешь с большой высоты, ты не разбиваешься, ну, никак. Причем, что у тебя нет каких-то суперспособностей, ты не сильный и тому подобное. Просто, ну, просто так сделано. Не знаю зачем. Говорят, что на серии АС-Х даже есть рейтрейсинг в игре, здесь его нет. Да и на серии АС-Х ты не увидишь, конечно же, рейтрейсинг. Управление, кстати, отзывчивое. Вот, что-что, управление более чем хорошо. 30 кадров, хоть 2К разрешение, но они плавные. То есть, эти 30 кадров плавные. Не хватает здесь, я думаю, только, наверное, русского языка. Да и какого-то, в принципе, геймплея интересного. Допустим, я вот могу покидать в тачку просто-напросто бета-ранг. Ну, и вы видите, как это все вообще выглядит. Очень странно. В какие-то еще предметы можно покидать. Ты ничем урон не наносишь. Вот лужи как-то все выглядят. Освещение. Ночью. В основном здесь, ну, это понятно, как бы, специальная стилистика этого всего Бэтмена сохранена. Как и было в Бэтмен Архам Найт. Асулум. Во всех трех частях про Бэтмена. Специально, ну, просто-напросто эта стилистика. Вызовем Бэды Герл наш транспорт. Ну, тоже это все странно, конечно. Маунт, поехали. Зажимая кнопку А. Эй. Мы просто разгоняемся. Все. Можем эту кнопку держать. Никогда ты с мотоцикла не упадешь и не вылетишь. Даже если ты в стену будешь влезаться. Все. То есть физика здесь отсутствует напрочь. Ты никогда не вылетишь с этого мотоцикла. И на кнопочку А ты нажимаешь, ты по всему проезжаешь. Без разницы, чтобы это было, ты просто едешь, зажавши кнопку А. Хотя это не является кнопкой скорости, да. Газа не является. Газ тут на РТ. То есть ты просто едешь. Но если ты нажимаешь А, ты тоже едешь. Но как-то, конечно, странно все это происходит. Ты не вылетишь вообще никогда. Все. То есть это все она делает сама. Если ты захочешь в воду, она у тебя просто сама. И по новой все. Мотоцикл у тебя появился. И тоже непонятно. Нажимаешь кнопку, он газует. И тоже непонятно, откуда он появляется. Даже вот если мы куда-нибудь улетим сейчас подальше. Вообще очень далеко. Давай выше еще попробуем забраться. Небо неплохо выглядит. Вот небо неплохо выглядит. Луна красиво. Там звезды, самолеты какие-то летают. Прикольно. Даже вот смотрите, здесь нажимаем. Здесь пока нельзя. Давай поближе пробежимся. К ближе мосту, чтобы туда можно было вызвать его. То есть вот. Тоже непонятно, откуда он появляется. После чего у тебя, когда ты будешь игру проходить, способности будут определенные появляться. Ты можешь делать что-либо. Вообще, что здесь есть? Давайте зайдем. Фотомод. Ну и здесь также можно полетать, посмотреть, как это все выглядит. Вот персонаж. Единственное, на что здесь очень хорошо, так это персонаж выглядит. Детализировано. Даже мотоцикл не такой детализированный. Вот текстуры на мотоцикле на вашем. Ну видно, что это очень плохо. Очень плохо все смотрится. Вот резина. Какие-то отражения есть. Но здесь нет ретрейсинга на серии АСС. На серии АСХ он есть, этот ретрейсинг. На АСК его нет. К сожалению. К сожалению, его нет. Подхилиться можно. Можно вызвать транспорт. Ну и давайте проедемся. Просто посмотрим. Тут какие-то задания тоже есть. Можно каких-нибудь преступников половить, побить. Они в подворотнях всяких ходят. Можно заехать куда-то. Это скорее всего что у нас такое. Вообще непонятно. Куда я заехал? Очень странно. Зачем? Что здесь? То есть просто ворота открываются, ты заезжаешь и все. Можно дальше куда-то проехать. Еще заехать. Вот просто, ну, такие потайные ходы какие-то. Так-то, если подумать, игра неплохо выглядит. Выглядит-то она неплохо. Так. Бандюган у нас здесь есть где-нибудь, нет? Нужно просто побегать, поискать. Можно, конечно, на задание пойти, но... Не хочу кому-то спойлерить сюжет. Может, кто-то хочет и поиграть в нее, попроходить. Всякое же может быть. Если вам надоели всякие игры, подписки. Вот, новинка. По вселенной Бэтмена. Конечно, она не такая, конечно, хотелось бы, как Бэтмен, но... Ну, может быть, зайдет кому-то тоже. Повыше заберемся. Вот на какое расстояние она может пролететь. Ну, и вот сейчас я спрыгну. Я сейчас прыгну с этой высоты. Сразу вниз. То есть она за что-то зацепляется, якобы. Но ни за что она не зацепляется. Боевка здесь такая же, как и в Бэтмене. Такая же, абсолютно. Моментами ты будто бы прилипляешься к противнику. Тоже все странно как-то работает. Ну, от переулок можно зайти. Бывает, что в переулках всякие враги есть. Ну, преступники. Ты их можешь обезвредить. Они там, допустим, хотят что-нибудь... Взломать какую-то дверь. Нет, а здесь будет. Английский язык. Вот, наверное, самый единственный минус здесь большой. Прям такой существенный, что игра на английском языке. Был бы русский, было бы намного-намного лучше. Так все выглядит. Графики, претензий нет. На серии Ассона очень даже хорошо работает. На серии Ассона, понятно, там в 4К она работает. Здесь в 2К 30. Это красиво. Это красиво все равно. Кто бы что-то мне говорил, но это все равно неплохо. Полететь можно. Тут можно эмоции всякие делать. Тоже. Как-то странно. Вообще непонятно зачем это. Обычный файт какой-то. То есть тоже удары. Только у нее в руке какой-то... Какой-то я не понимаю, откуда она взяла вот эту вот дубинку. А она складывается еще. Вот так вот. Я понял. Летать она пока не может, но мне объясняли, что со временем она научится летать, как вот Бэтмен умел. У него плач раскрывался. Так же и она научится со временем. Ну это еще нужно там какие-то способности открывать, еще что-то делать. Странно. Давай вызовем мотоцикл. Наш. И поехали. Что-то нужно найти, какое-то задание нужно выполнить. Вот карта. Да, она странно, конечно, большая. Да, как бы карта большая, как и в Бэтмене была. Тут разделена она на несколько островов таких, которые между мостами. Все. Это все. Вся карта. Файлы какие-то. Здесь у нас про персонажей. Здесь у нас наш персонаж сам. Тут можно прокачать всякие способности. Также крафтинг, моды, стиль. Вот наши очки. Как их называют правильно? Прокачки. Очки прокачки. Здесь вот можно прокачаться. Дальше здесь тоже всякие разные комбы. Ну, описание и имейл. То есть здесь какие-то сообщения должны будут приходить. Все. Все. Просто, ну, на этом все. То есть больше ничего нет. Абсолютно. Должен каких-то ты преступников по городу. Сейчас просто открытый мир. Задания какие-то выполняешь такие. Открытого мира. Стандартно. Вот как. Скоро выглядит. Там кто-то забирают. Ну-ка. Кот забирают. Можно даже открыть. Да. То есть хилку одну получил. Персонаж валяется какой-то энпись. Просто. Все. Идешь, у тебя цикл исчезает. Нажимаешь вверх, он опять появляется. То есть, даже когда ты нажимаешь на вверх, еще раз, чтобы мотоцикл вызвать, тебе показывают, где он звуком. Что ревет мотор. Вот. Вот. Странно, что я просто еду вот так, зажав кнопку А, и вот. По всем могу прокатиться. Так, там что-то было. Можно назад вернуться, посмотреть. Вернемся назад. Тут что-то было. Мы что-то проехали. Может быть, кто-то что-то здесь грабит. Может, тут что-то происходит. Так. Да, там что-то происходит. Запрыгиваем наверх. Да. Ну, и сейчас будет обычный файт. Как это было и в Бэтмене. Грабят какого-то человека. Минус один сразу же. Как бы просто жмешь кнопку Х, чтобы победить. Ой, увернулся вовремя. Огонь вот. Какой-то коктейль молотого кинул. Здесь сложности вообще никакой нет. Нажимаешь кнопку, чтобы убить. Все. Альфред. Можно, наверное, забраться так же. Жмешь кнопку, чтобы выиграть. Бетаранг такой же, как у Бэтмена. Ну, Бэтгерл. То есть, вы должны понимать, что это просто Бэтмен в женском обличии. Вот как город выглядит. Везде добраться можно до всего. Ну, практически до всего. Город вроде бы большой, но... Делать в нем ничего. Мне туда нужно. Погнали. Прыгнем с большой высоты и не разобьемся вообще. Это очень странно. На самом деле здесь это все сделано. Как вот в пауке. Паук тоже, если с большой высоты падает, человек-паук в игре, то у тебя он тоже немножечко зацепляется паутиной, чтобы ты не разбился. Так же и здесь. Вот мы сейчас прыгнем. Вот. Она зацепилась. Будто бы. Но она ни за что не цепляется на самом деле. Давайте мотоцикл наш вызовем. Бэтмобиль. Бэтгерл мобиль, как он правильно называется. Разгоняемся, зажимаем А и едем. На дыбах. Перескакивать через все. Никогда ты из мотоцикла своего не вылетишь. Ты будешь просто ехать. О, будто бы здесь что-то сделать нужно. Как будто бы сюжет. Прикольно. Поехали. Джамп. Да. Си-си-пи-ди. Полиция. Но кат-сцены здесь прикольно выглядят. Они прям очень красиво. Вот с плащом что-то происходит непонятное. Фигура, конечно, классная у персонажа выполнена. Туда нужно зачем-то. И полиция почему-то здесь против этих персонажей. Хотя Бэтмену она ни в одной части ничего не делала эта полиция. Как бы тоже такая странность небольшая в этой игре есть. И мне нужно просто проникнуть и что-то сделать, в дверь прийти. Ага. Ну вот видите, мы еще и полицию бьем. Как бы я же говорю, это странно. Вообще можно скрытно было пройти, но я что-то как-то получилось, что я так прошел. Нужно проникнуть куда-то. Что-то сделать. Открыть. Зажать А. Все. Загрузки здесь быстрые, потому что игра устанавливает внутреннюю память. И как бы внешний жесткий диск, если был бы ты, поставил бы, она бы не заработала в любом случае. А с внутренней памятью, создая, она грузится довольно-таки быстро. Довольно-таки быстро. Но почему-то моментами не очень быстро. Когда как, в общем. Все. Ну и кат-сен опять. Нельзя скипнуть. Все, мы в полицейском участке, здесь мы что-то должны сделать. Дальше я спалить не буду, чтобы люди могли сами поиграть, посмотреть и пройти. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра Gotham Knight. На Xbox Series S. При разрешении 1440p. 30 кадров. 2К разрешение. На Xbox Series S. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал. Оставиться лайк. Ну и, конечно же, написать в комментариях, что ты думаешь о данной игре. На Xbox Series S. Также ты можешь подписаться в мою группу ВКонтакте. Присоединиться к Discord серверу. Подписаться на мой Instagram. И вступить в мою группу Telegram. Все ссылочки я оставлю в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. И уже совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok